Всех приветствую на канале Дороги. Михаил Илюшин. Сегодня Энгельский район. Дорога от Шумеки через село Генеральское с выездом на трассу Самара-Волгоград. Был сюжет на Энгельский район. Кто помнит, вот под мостом проезжали и поворачивали направо. Сегодня поедем прямо, как раз посмотрим дорогу, которую сделали в прошлом году до село Генеральское. И проедем через Генеральское. Я как раз проехал, посмотрел, как выехать на трассу. То есть вот такой небольшой сюжет. И по просьбам, как раз кто-то написал, что село Генеральское. Хотели посмотреть вот заодно и посмотрим, что за село Генеральское. Года два назад там был. На пляж мы ездили купаться с друзьями. Заодно я покажу, как проехать на пляж. Ну, не совсем. Направление вам покажу. Ну, вот пока едем по хорошей отремонтированной дороге в сторону села Генеральского и Энгельского района. Но расскажу о селе чуть-чуть. Кому уж конкретно надо, я взял из открытых источников мукипедии в описании про село Генеральское. Пару слов скажу, что там, в этом селе, есть какие достопримечательности. Есть мемориал памяти экипажа стратегического бомбардировщика Ту-160, погибшего при выполнении служебных заданий. И не допустившего падения самолета на жилой микрорайон города Энгельска и подземная хранилища. Я вот тоже этого не знал. В мемориале имеется православный храм во имя святого князя Александра Невского. Ну, проедем на него, посмотрим. Также там есть памятникам односельчайному погибшим в Великой Отечественной войне. Мемориалы они сражались за Родину. Библиотека там есть, детская школа искусств, дом культуры, почта. Ну и, само собой, там, кто знает, на юге и западе окраина села работает предприятие Генеральские колбасы. Кто не пробовал, попробуй, может понравится. Я просто сейчас колбасы не ем, как-то вот к ним спокойно отношусь. Ну, вот видите, дорога, пока рассказывал о селе. Дорога, вот она отличная, комфортная. Были бы все такие дороги у нас к селам. Это вообще бы, да и в селах были бы такие дороги, другая жизнь бы настала бы, мне кажется, тогда. Как в песне, вернее, как в мультфильме. Ах, если бы забывать мечта моя, какая жизнь настала бы тогда. Ну, продолжаем движение. 30 марта это было, вам скажу, как раз солнечная погода. Выбираю сейчас солнечные дни, чтобы снимать было поярче. Так как с осени и всю зиму у нас солнца было мало. Я выставлял сюжет, они были какие-то серые, пусклые. Можно сказать, пессимистические. Здесь как-то позитивчик от солнца появляется. Ну, буду выбирать. Да, на будущее скажу, что уж через день-то я не буду выкладывать. Наступает летняя пора. Хочется на велосипеде покататься, да и побольше поснимать. Что-то такого летнего, зеленого, солнечного. Буду выпускать теперь сюжеты по вторникам и по субботам. Также в 7 утра. И по сюжету, наверное, буду делать подлиннее. По длиннее, то есть до 15 минуты, 5-3 минуты уже не буду такие делать, чтобы уж два раза в неделю и было, чтобы посмотреть. Ну, вот подъезжаем. Здесь развилочка такая на Красный Яр. Дорога. Потом я вам покажу, где она там выходит. Это минуя как раз села Генеральская. И она идет на Красный Яр. Здесь вот дорога получается у нас улица Московская. Но сейчас мы подъезжаем. Как раз знак на селеного пункта. И начинается село. И улица Московская. Московская улица во всех практически есть. Селок. Вот тут и закончилась дорога прошлогодняя. Но я надеюсь, что все-таки в этом году должны сделать небольшой участок. В самом селе дорога осталась. И еще там я выезжал когда-то из Генеральского в сторону трассы. Там тоже. Но осталось намного меньше, чем они сделали в прошлом году. Как кто-то сюжет этот видел. Они очень большое расстояние сделали в прошлом году. Мимо Шумейки. В сторону Прибрежного. В сторону, вернее, Саратовской речки. Вот такое вот село Генеральское. Проезжаем его. Домики стоят. Где-то, видите, дрова еще. Дровами топит. Есть домики обухоженные. Как обычно, есть старенькие дома. Село, видите, чистое, как могу сказать. Весна прошла. Весна пришла. И снег сошел вместе с асфальтом, как обычно у нас говорят. Ну, вот такая дорога. Два года назад я заезжал сюда. По-в принципе, дорога здесь получше была в селе. Но к селу была убитая. Так что все меняется. Где-то ломается, где-то строится. Ничего такого обидного, досадного. Это жизнь. Здесь мы сейчас подъезжаем, я так понимаю, центр. Как раз где и почта, и магазин. Вот пятерочка. Вот за пятерочкой сейчас и за магазином. Там есть правок налево. Здесь, видите, как Слава такое делал, чтобы проехать по луне. Вот где трактора стоят. И на левую дорогу как раз можно доехать в пляж. Села Генеральского. Там упрец, никуда там не сворачивай. Можно доехать. Небольшой пляж, такой мы иногда купаемся. Потому что вода быстрее прогревается, чем везде. Ну, и народу много. И здесь, видите, центр какой у них веселый. То есть дороги такие. Вот как раз с правой стороны, я так понимаю, там были вот эти мемориалы. Памятники. Ну, а тут вот такая на дорогах. Я не стал уж по бордюрам ехать. И по грязи подождал, пока проедет грузовичок, чтобы миновать эту яму. Потихоньку. Ну, куда деваться. Такова жизнь. Здесь я выехал, ну, села я не знал, я дальше не ездил. Я, как понял, здесь вот налево как раз там в сторону школы. И вот эта дорога налево сделана в сторону Красного Яра. Здесь вот я решил уехать направо, увидел церковь. Думаю, церковь-то это все-таки как всегда раньше было. Центр, села. И поехал по дороге. Ну, здесь дорога, посмотрю, хорошая. Здесь тоже магазинчики. Стоят, ну, и увидел знак «главная дорога». Направо повернул. Здесь улица Центральная. Во всех селах Центральная есть улица. И в Саратове есть Центральная. И вот в Шумейке Центральной, и Московская, и в Саратове. Здесь вот, я так понял, я поехал на выезд из села. Сейчас вот увидите перекресток. Подведенный на перекресток, где я вам говорил, дорога на Красный Яр, там была развивочка. Ну, это раньше, я так и понял, была объездная дорога села. Вот этот перекресток, вот такие лужи, вот на лево Красный Яр. А вот направо, сейчас вы видите, с правой стороны, вот это как раз дорога оттуда была. Ну, поехал прямо на Красный Яр мне не надо. Возвращаться на ту дорогу я не хотел, потому что я по ней проехал. И решил выехать на трассу и посмотреть. Ну, как видите, дорога такая. Очень веселая. Пришлось крутить руль лево-вправо. Сдавать, так сказать, фигурное вождение. Ну, у нас так всегда и было раньше. В Саратове тоже. Так что не привыкать. Вернее, вспомнил, как это выкручивать руль. Ну, ничего страшного. В принципе-то проехал, не торопясь. И решил доехать до трассы и вернуться опять в Энгельс. Как раз вот следующие сюжеты. Вот у меня будет следующий сюжет. Я выставил въезд в Энгельс. И потом по студенческой дороге через центр до Степной улицы. То есть от студенческой до Степной. Минуя ее студенческую и полиграфическую. Цикл будет у меня Энгельс. Затем после Энгельса у меня Саратов. Маленькие, да, такие улицы. Старенькие. Специально снимаю сейчас старые улицы Саратова. Ну, как старые. Где вот действительно старый жилой фонд. Двухэтажечки. Потому что уходит все это в историю. Рушится, убирают. Там будут явно новые микрорайоны строиться. Вот решил снять, пока есть возможность, вот эти старые наши улицы Саратова. Также съездил в Волгоград. Покажу, как в Волгоград въезжал. Как по Волгограду проехал. На Мамаев курган ходили. Но это будет в будущем. Это такой небольшой анонс. Рассказал о будущих сюжетах. Которые буду монтировать. И дальше вам показывать. Ну, и здесь, видите, дорожка вот. Стала лучше. Видно, делали ее до этого. То есть, получается, въезд со стороны трассы Самара-Волгоград. Въезд сделанный. Отремонтированный. И со стороны Шумейки от моста Саратовской лицевой автодороги. Тоже въезд сделан. Остается только чуть-чуть им сделать В самом селе Генеральской. Ну, надеюсь, все-таки. Обещали они. Я, правда, планы не читал, В каких районах И в каких поселениях будут делать. Ну, если они в прошлом году сделали, Надо заканчивать. Хотя в нашей стране, Как обычно, начинается хорошо, Заканчивается. Ну, сам видите, В этой стране живем. Дальше продолжаем движение. Здесь движение транспорта. То ли рабочий день был, То ли все теперь ездят Через Шумейку, наверное. Потому что через трассу Круг такой Лишний получается. Что можно еще сказать про этот Путь? То есть, можно заезжать с двух сторон. Ну, дальше я не проехал На Красный Яр Через все село Генеральское. Может быть, и летом. Может быть, Как-нибудь получится проехать. Потому что в Красной Яре Я не был тоже. Может быть, и как раз Специально проеду Через Генеральское До Красного Яра. То есть, той дорогой Не по трассе, На которой мы сейчас выезжаем. А вот как раз Этой дорогой и посмотрим, Что там сделано. И что не сделано. Или что-то будут делать. То есть, обещали же много. Я обещал вам Трофимовскую. Показать, когда ее сделают В этом году. Там, в Ленинском районе В городе Саратова. Ну, а здесь прям остается Небольшой участок До трассы. Не забывайте подписываться На канал, Чтобы смотреть. Пишите, Что хотите увидеть. Какие еще есть пожелания. Буду стараться. Ну, конечно, По меру возможности. Потому что все-таки Бензин-то Просто так Мне не наливают. На заправках Это и По возможности. Вот и подъезжаем К трассе. Не забывайте Пропускать. Вот, видите, Знак есть. Налево Это у нас Дорога на Самару. Маркс, Балаков, Пугачев, Ивантеев Вход в левую сторону. А на правую. Мы поехали В сторону Энгельса Обратно Возвращаемся. Ну, здесь Более-менее Дорога трассы Сколько раз ездила. Она прямая, Ровная. На этом Давайте буду С вами прощаться. Сейчас будет план Схема, Как обычно В конце. Как мы проехали. Увидите Зелененькое И серое Где не берет Почему-то Наверное Интернет Серый Участок дороги Показала схема. Всем Пока-пока Еще раз Берегите себя До новых встреч В новых сюжетах. Субтитры создавал DimaTorzok